Ну и конечно сегодня в рамках правительственного часа у нас министр культуры Владимир Ростиславович Мединский и коммерческий министр культуры у нас есть очень серьезные вопросы. Многие мои коллеги будут задавать вопросы о проблемах московской архитектуры, о застройке офисной исторических и охранных зон и вокруг Кремля, и в Кагашан. Буду спрашивать мои коллеги о том, как видится министр культуры, та инициатива, то решение президента о восстановлении двух исторических монастырей на территории московского Кремля, Чудового монастыря и Руднесенского. Ну и конечно мы не можем обойти молчанием ту ситуацию, которая складывается в нашем телевидении, где просто бал правит бескульсия, пошлость и безрастность. И у нас конечно будет вопрос министр культуры, что он думает по этому поводу. Одним словом, будет интересно и я надеюсь вам пройденный час участия министр культуры доставит истинное удовольствие. Сегодня у нас министр культуры, одно из наших предложений будет, это ограничить прокат голливудских фильмов. У нас больше всего американские фильмы, на время санкций. Санкции снимут, тогда мы тоже снимем всякого рода ограничения. Сегодня в Государственной Думе правительственный час с министром культуры. Тема по-настоящему разноплановая. Но лично для меня эта дискуссия важна в первую очередь для обсуждения тех федеральных денег и тех проектов, которые идут в нашу Владимирскую область. В связи с тем, что область наша это центр русской государственности, единственный сохранившийся из исторических до Москвы на территории наших сегодняшних границ. И в связи с тем большим количеством памятников, которые требуют федеральной поддержки, которые есть на территории Владимирской области. У нас по сути дела один из крупнейших центров исторической памятни нашей российской. По сути дела по количеству официальных памятников, зарегистрированных в министерской культуре, мы уступаем только Москве и Санкт-Петербургу. Ну и это, в общем-то, конечно, объяснимо исторической ролью Владимира в истории современной России. Понятно, что в министерстве культуры дело достаточно много для сохранения нашей памяти исторической. И здесь нет других рецептов, кроме как сделать доступным, максимально доступным посещением тех исторических памятников, которые есть. Мы видим программы, скажем, экскурсии школьников по Золотому кольцу, на которые выделяется 200 миллионов рублей в год и которые действительно позволяют молодым людям приобщиться к своим историческим корням. Это большое дело. И, конечно, создают определенный экономический потенциал для поддержания нашей памяти, для поддержания объектов культуры в должном состоянии. Очень важны программы, такие как Исторический центр города Владимир, который также финансируется федеральным центром и на который важно получать федеральные деньги. Благодаря им создаются и дополнительные рабочие места, в первую очередь в малом бизнесе. И, конечно же, люди получают возможность по-человечески сохранить свою историю и общаться с своей историей. Это основное направление работы и именно его нужно поддерживать, нужно продолжать.